Жилищно-коммунальное хозяйство. Тема, что называется, на злобу дня. Тем более, что на носу отопительный период. Ответить жителям на вопросы и рассказать, как складывается ситуация в самой обсуждаемой сфере. В Монина приехал министр ЖКХ Московской области Евгений Хромушин, а также руководство Щелковского района. Ситуация сложилась непростая. По выполнению государственных программ Щелковский район на последних позициях в области. В основном из-за Монина местная администрация затянула сроки оформления соответствующей документации. И вот результаты. При всем том, что мы делаем, мы оказались по всем направлениям. Культура, ЖКХ, социал и остальное. По Монину, в Красной зоне. То есть, на всем правительстве, исходя из того, как и как выполняется дорожная карта. Все практические сроки провалены торгов, все сроки исполнения работ провалены. По некоторым вопросам, вообще, полная дестабилизация обстановки. Однако, срыв сроков по оформлению документов – это лишь часть проблемы. По словам областного министра, в Монинском бюджете, в принципе, нет средств для софинансирования программ. А между тем, региональным правительством Монину выделено немалое средство по программе восстановления инфраструктуры военных городков. Это наибольшие из всех поселений. Но освоить их Монина не может. И более того, из-за этого рискует и вовсе лишиться субсидий. Если средства не будут использованы в соответствующем периоде, в следующем периоде они не обязательно будут восстановлены. Это отдельное решение. А если сюда будут выделены федеральные средства, и они не будут освоены в срок, то, во-первых, они возвращаются в федеральный бюджет со штрафом троекратным. И, во-вторых, административное лицо выше должностное получает еще штраф персональный за это. Поэтому я сегодня с этого начал, что у нас много сделано, но нужен совершенно другой темп преобразования. Важным в такой ситуации остается вопрос, будет ли Монина готова к зиме. На данный момент в поселении ведется ремонт двух котельных. Вы были на второй котельной этаж? Да, конечно. А когда, если они есть? Я в Утвии день назад, по-моему. Вы видели ситуацию? Видел. Вы считаете, будет вонь на отопление? Конечно, будет. Мы в зиму войдем? Абсолютно. Я даже не сомневаюсь. То есть здесь переживать ничего не надо, потому что, значит, у нас основные элементы, которые способны, разобраны обвязки, ничего страшного в этом нет. Значит, это вопрос, а проектирная работа будет в трех недель, все будет работать. В настоящее время ведем работы по капитальному ремонту двух котельных. Первое и второе. Опасения ваши, скажем так, правом мощные, да? Но хочу вас заверить о том, что в отопительный сезон вы войдете в составление, все будет в порядке. Работу в поселении приходится регулировать в ручном режиме. Регулярно на места выезжают региональные и районные чиновники. У местной администрации решать проблемы самостоятельно не получается. И у жителей возникает резонный вопрос. Все прекрасно знают, что руководитель, командир полка, если у него в полку какой-нибудь подчиненный разгильдяй, то он несет ответственность. Почему у нас нет ответственности высшего, то есть, ну, муниципального руководства? Где наказание за халатное или за саботаж? Можно так сказать. Потому что я тоже смог бы развалить Момина, а потом попросить правительство Московского области, ну, сделайте нам что-нибудь. Значит, вы говорите про ответственность. К сожалению, избранный глава, у нас разделение муниципальных уровней властей, аж три уровня. И каждый избранный глава, право своих полномочий, мы формально уже не можем снять. Соответственно, с юнымем можете принять решение и переизбирать другого главу. Также на встрече звучали вопросы по работе местных управляющих компаний. В ходе капитального ремонта и другим темам диалог получился достаточно конструктивным.